но вот то я как бы продолжу дальше вот опять таки темы генералиссимусов да вот отношение вот это засели джугашвили ских чиновников и чтобы хотел отметить хотел бы еще обратить внимание ну хорошо скворцовы там вот почему-то только прививки навязывать я предлагал навязывать стоматологические услуги да там вымогать людей чтобы хорошие пломбы бесплатно ставим почему-то нету движения я также привил предлагал создавать дома отдыхов дома какие-то вот государственные профилактории мощные учить которые бы иностранцам за деньги а наших бесплатно бы лечили скажем в условиях крыма в условиях сочи ведь то что петр первый построил джугашвили в сам екатерина да вот так вот эти города есть все больше они ни на что не способны то время как другие страны черноморского побережья развивается строить созидают и только коммунисты и бандеровцы бандеровцы вообще там зачуханный вот смотришь крым вообще с 23 5 лет ничего не изменит и вот как бы я хотел еще обратить внимание вот я но я предлагал также вот тут позабы подскому зубоящику так забирать что переломка шейки бедра это чисто старческая ну то есть я там упоминал что вот благодаря тому что нету теплых переходов да мне никакой к уборка снега там вот это не механизировано ничего у них не хватает а вот на основе этих переходов можно было там установить различные механизмы уборки слинь снега да ну понимаете лучше коммунисту который ездит на золотой членовозки усыпанный алмазом просто нанять русского мужика пусть он там простывает там словом где-нибудь на морозе но участь такая типа ему сказать вот и все я хотел бы обратить внимание вот посмотрите во что нам они скажут это затраты это деньги а во что нам обходится затраты вот дело в том что перелом шейки бедра бедро не составится и вот смотрите вот природа дает нашим людям очень часто хорошее здоровье то есть вот артист такой зелендин видели ему 107 лет и поразился какая у нее ясность ума это не совсем не похож на человек который едва шевелит он говорил ясно и все он недавно умер на чем он умер он сломал шейку бедра вот наша жкх это второй щекотила коммунисты бедра вот и вот эти все управляющие компании все вот это вот и я вот предлагал вот эти вот переходы но не так это сложно сделать их отапливаем сделать и красивыми эстетическими чтобы они были украшением города не не те вот который через мост делают ужасные зачуханные серые вот эти вот переходы вообще которые как это фигня понимаете уродство а но дело в том что коммунисты джугашвили в цели совершенно лишены вкус это все зачем в кирпича они очень любят известка и ребят мажут все известка измажут людям одежду известка вот известка видимо когда они убивали там людей они забивали часто известкой и вот это у них как-то осталось в генетике в крови с тех пор они смажут идиоты ходят и мажут всю известку вот как будто вот красивее никогда ничего не видали и вот я хотел бы как бы отметить вот такой момент что можно было я там не буду повторять свою материал передачу на эту тему что проявлять было и коммерческие организации как с немалой выгоды это сделать просто это надо было все организовать подумать и если коммунистам жалко денег а у них денег никогда нет ни на что может как-то подумать им к привлечению этой идеи чтобы коммерческих организаций на мелких торговых точек но для этого нужно же все организовывать кооперировать и даже можно сделать отапливаемые остановки чем смотрите простудные заболевания можно снизить на порядок я на сегодня хочу сказать что у господина из кварцова великолепные есть результаты роста роста это спида то есть за десять лет в десять раз вот этот вопрос не ты не беспокоит я предлагал свое время по типу вот и говорит что если вы перешли якобы на рыночную экономику но вы так это позиционируйте да как же вы не можете то что на зачуханной кубе вот это бедном государстве это видно но там фидель создал эти профилакторию чудесный климат очень неплохая медицина она позволяет нам как бы вы же получать высочайшую продолжительность жизни то же самое я предлагал все это уже есть идиот ну придите ска приезжайте к фиделю скажите мы дебилы не умеем вот взялись и строили коммунизму не получается строим рыночную экономику мы дебилы джугашвилевцы не получается у врага джухун выебинов то есть и джугашвилица дэн сяупина получается он стал вводить рон а у вас быдло ничего не получается скажите я быдло приезжайте к фидель и скажите вот научи расскажи как ты сделал ну конечно я будут не унизился до такого наверное я бы сам вот эти вот организовал профилакторию что что сложного слава богу есть какие-то строительные организации но которые поганят город пакостят занимаются точным строительством превращая город в помойку так сказать отравленный воздух но я это пересказывал все я не буду по новой если кто захочет посмотрит а вот это вот это же можно было бы и сделать вот почему-то царь пётр предопределил развитие нашей генетики да он создал скультс камеру да какой-то создал движение мысли потом академик вавилов как бы продолжил создал первый в мире генный банк это по значимости проект который стоит на втором месте после королева да вот всех времен и народов проекты вот эти два проекта выше всех но бег этот прервали джугашвиливцы которые схватили академика забили его насмерть вонючки гнойные ванина вот это вот и всего сейчас они получают пенсии все пожалуйста бесплатная кстати медицинская скворцова получает вот за что вот за что они получаются бесплатно я также хотела сказать но я хотел что-то из кворцовой помочь раз она ищет какие-то источники для финансирования а вот и чем хочу помочь а где вот их найти наши коммунисты олигархи к кворцову получили фабрики заводы полезные ископаемые все все они получили управляющей компании возможность побила обирать население с помощью выдуманных высосанных из пальцев всяких которые никому не представляется и все эти как эти товарищество выбирается да они даже и ходят по годами не могут получить документы управляющей компании там товарищество собственников этих жили ну всем понятно что это профанация что это еще четвертая коллективизация вот все это в сумме получив я спрошу вот мы для чего вот допустим будем обслуживать бесплатно такую как жена лужкова да которая имеет 900 миллионов долларов я вот думаю что можно как раз для нее как бы и и и не обслуживать пусть они вот по рыночным ценам по реальным вот так обслуживаются и может быть еще там доплачивать чуть-чуть на развитие да вот а может и не чуть-чуть справедливо бы сделать и вот я не знаю они то получили от государства уже все все чуть-чуть просто мыши слил и даже по по коммунистическим меркам они получили все по потребности так как вот маркс и писал и вот как бы ну давайте вот скворцова прикинем то граждане которые имеют 200 тысяч долларов все никакого медицинского бесплатного пусть кому не все эти коммунисты идут и как бы обслуживаться за деньги за деньги ну хорошо из этого как бы списка можно вычленить академиков допустим класс академиков да и класс генерал да вот и достаточно а остальные все ну допустим я чисто принципиально да ну там каких-то ученых так по допустим которые совершали какие-то изобретение супер просто в силу их значимости для общества а остальные коммунисты эти этот прохоров 10 миллиардов долларов он значит чё нуждается в этой бесплатной помощи что нет я думаю что но она она я уверяю вот как они где там выскочил один коммунист и говорит я вот получил то получил полезные ископаемые получил это все от государства и теперь я езжу лети за границу а это самое ну я думаю что врут потому что моя мать врача она говорила что все вот и коммунисты ломились без очереди и вообще если простой человек как-то оставался благодарен ну как-то где эти получали знаешь таким лицом типа мне в должны эти рабы меня обслуживают вот вот именно так и и я хотел бы вот такой момент ну и он там нет я вот езжу и там вот меня понижают в правах я за что плачу я объясню за что-то платишь вот завтра завтра если ты случай будешь банкротом промотаешься деньги монта карло там еще где-то проиграешься и ты допустим завтра нищий в российской федерации то ты завтра в свою эту болтологию забудешь ибо и побежишь поликлинику за бесплатной медициной по получать кстати говоря хотя ты мог бы отложить эти деньги но вы никогда этого не делаете потом все бежите по новой как бы а вот как бы может быть и какой-то страховой для таких людей создать что если они принудительны что если они промотают свои день то вот эти деньги будут использованы но отличить их за счет вот этих денег ну а если они их не используют то их наследникам достанется они тоже не проиграют но когда я продолжу значит начатую мысль и вот вот эти переходы я предлагал создать вот что нам это дают во первых сокращается вот эти вот перелом и в частности с тельным исход что это типа старческая такая травмы это не верьте это демагогия зомбоящиков но дело в том что надо оправдать эти убийства понимаете поэтому включается механизм зомбирования в каком бы возрасте вы находились это дело случая представьте у вас тяжелая сумка с инструментами вы на скользкой дороге вот допустим если вы просто упали вы молодой вы кость не сломаете а вот если у вас на противовесе это сумка да вам коммуняки создали ловушку там прикрыто снегом а там внизу лед какой бы реакции вы не обладали вы можете упасть со всего размаха причем смотрите если вы ударились одним плечом а с другой динамический удар от этой сумки все допустим у вас перелом ключицы перелом бедра и и прочее прочее то есть еще можно таких нарисовать случаев абсолютное множество и я думаю травматологические пункты заполнены вот этим всем понимаете то есть я предлагал бы это избавиться вот это кинуть вот если бы как прививки я вот так же предлагал что вот у нас тут промелькнула информация что в школах коммунисты вымогают деньги там у школьников вот и что же вы думаете там наказание будет если она конечно будет административный штраф вот так убил украл административный штраф для коммуниста для русского спилил трибелер розы тюрьма вот так сказать вот скажем вот такая для хозяйственных скажешь кстати говоря нужд каких-то вот вот она как бы вся методика это вот поведение этих вот оккупантов да снести киоски убрать да эти самые убрать гаражи и так далее вот и вот при такой обстановке вот сами понимаете как бы получается ну и я хотел бы добавить еще такой момент коммунисты конечно будет ныть что нету денег нету вот денег не никогда у нас нету денег у нас ни на что полезно нету денег остров вот за счет дольщиков строим там надо его покрыть фалласами так сказать вот этими хренами там какие-нибудь вот и вот там статуями такими вот а вот я хочу сказать но ведь это же и прямые моя валюта вот то я хочу сказать представьте себе город где красивые переходы с цветами с вот эти пешеходные места будут открытой площадь не подвержены ветрам где иностранец приезжают чувствую себя комфортно переходит к остановке к отапливаем вот и это все создает люди и русские люди не приезжают не простывают и приезжие не простого а тут приедет здесь простые нет и скажет фиг я больше сюда поеду понимаете то есть вот вена если у нас тут новосибирские коммунисты уничтожили почти все парки ну клочки остаются вот они своей это точечной застройкой не истосовы то вене 200 парков 200 больше ста как минимум вот от 100 от 100 до 200 вот но это парки не просто это гектарами с водоемами как так у них 2 миллиона туристов сколько вот это новосибирске сколько ну ладно в москву приезжает чисто из коммерческих соображений кому-то надо заключить сделку на покупку нефти на покупку ресурсов вот потом собянинов кричит мы лучше всех работаем посмотрите мы из сибири возим ресурсы вот 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 основная работа собянина всего доброго